Привет! С вами Эмир Исламов, Figma не перестает удивлять и выкатила новую функцию интерактивных компонентов. И прежде чем начать смотреть, огромная к тебе просьба нажать на кнопку подписаться, потому что судя по статистике YouTube, большая часть смотрит без подписки. И также включи колокольчик на все уведомления. Благодарю. Теперь продолжим про интерактивные компоненты. Эта новая функция сейчас находится в бета-тестировании, но в целом уже отлично работающая. Чтобы получить доступ к функции, нужно оставить заявку на сайте Figma. Ссылка будет в описании, где это сделать. И вы получите вот такой вот файл с демонстрацией, как работает данная функция. С него, пожалуй, и начнем. Интерактивные компоненты вообще завязаны на функции варианты. О том, как работают варианты, у меня есть на канале отдельное видео. Справа появится подсказка вот здесь. Нажми на нее и посмотри прошлое видео, а потом вернись вот сюда. Потому что без вариантов интерактивные компоненты не получится применять. Сначала покажу, как работает функция на тех примерах, которые предоставляет нам Figma. А затем разберем уже более детальное создание интерактивных компонентов с нуля. Зачем вообще нужны интерактивные компоненты? Она нужна, чтобы уменьшить количество создаваемых фреймов для прототипирования. К примеру, раньше, чтобы показать простую функцию чекбокса, как вот здесь, вам нужно было создавать каждому действию отдельный фрейм, затем их уже связывать между собой. Как видите, получается такая огромная-огромная паутина. Это не очень удобно. А сейчас, чтобы показать данную структуру, вам достаточно создать лишь один вариант. Вернее, один блок варианта, а внутри два под-варианта. Это активный чекбокс и неактивный. И затем привязать их между собой с помощью интерактивных компонентов и прототипирования. Получается такой вот минималистический вариант вот этой вот паутины. Работает это следующим образом. Все, отлично нажимается и убирается. Реализовано с помощью вот лишь двух вариантов. В файле есть много интересных примеров использования функции. Мне понравилась вот эта вот анимация бургера. Происходит автоматически со StartAnimate. Есть даже игра Кристики-Нолики, которая тоже реализована с помощью данной функции. Вот эта штука выглядит тоже классно, но делается легко и просто. Разберем детальные работы функции на нескольких примерах. Сначала парочку от руководства Figma. У нас есть два компонента. Вот на этом переключателе. Что у нас тут есть? Компонент раз, компонент два. Здесь включение, здесь включение. Они оба обернуты в варианты. С правой стороны видим вариант On и вариант Off. Как работают варианты, еще раз напомню, у меня есть отдельное видео на канале. С правой стороны и в описании будет видео по вариантам. После этого с помощью прототипирования им задали переходы. Так называемые триггеры. При нажатии вот на эту кнопку у нас будет переход вот сюда, в правый фрейм, на включение. При нажатии наоборот на включение у нас переходит на выключение. То же самое делалось у нас с бургером. Фрейм открыто-закрыто. Связали с помощью прототипов. И здесь через SmartAnimate задали вот такой вот переход. Фигма автоматически уже понимает, что вот здесь будет переход от бургера к иконке закрытия. И наоборот. Теперь мы можем взять любой вот этот файл, перетащить сюда. Так, бургер уже есть. Давайте на иконке переключателя. Можем даже их перекрасить. От этого функция у нас работать не перестанет. Давайте сделаем ее красным. Нет, хочу зеленую. Ядрено-зеленый. Перетаскиваем вот сюда наш компонент. Теперь открываем просмотр прототипа. Бургер у нас работает. Выключалок у нас становится зеленый, как я и сказал сделать фигме. Отлично. И теперь рассмотрим на паре примеров уже создание с нуля. А именно, у нас есть вот такой вот файл. Здесь используется как раз пару интерактивных компонентов. Это переключение между иконками. Вот это вот. И так же в кнопке еще. Увеличение и уменьшение кнопки. Это можно было создать и без интерактивных компонентов, но вам пришлось бы делать кучу-кучу личных действий и положить большое количество фреймов. В данном примере вы видите, что используется всего один фрейм здесь в виде вариантов и фрейм здесь. Даже не фрейм, а компонент, который отвечает за переход между вот этим квадратиком и оранжевым. Ховер. Как создавалась кнопка? Сейчас ее удалим отсюда. Отсюда тоже. Сначала делается кнопка, у нас оранжевого цвета, 80 на 80. Дальше упаковываем нашу кнопку во фрейм. Ctrl-Alt-G. Переименуем ее в Button. После этого дублируем нашу кнопку, чтобы задать второе состояние. А вот здесь мы уже ее увеличиваем. Только обратите внимание, что увеличивается не сам фрейм, а кнопка внутри. То есть сейчас получается выходит немного за пределы. Она у нас немного увеличится и станет чуть-чуть поярче. Вот такой вот желтоватым цветом. После этого обе кнопки мне нужно возвести в компоненты. Выделяем их. Нажимаем вот сюда и создать мультикомпонент. Далее сразу же преобразуем их во варианты. Комбинировать варианты. Все у нас появилось вокруг. Обводка, значит все у нас отлично. Кнопка 1, кнопка 2. По желанию можете создать им название. Small. И большая. Все, если вы смотрели видео про наши варианты, то вы уже знаете, как все это дело работает. Продемонстрируем. То есть вот у нас переключатель есть. Маленькая, большая. Шаг второй. Теперь нам все это дело нужно заанимировать. Мы переходим в протокопирование. Выбираем маленькую кнопку и задаем связку. Бац. Теперь триггер. Клик нам не нужен. Нам нужно при наведении. Хавер. Пусть будет наведение. Окей, я буду говорить по-русски. Анимация. Смарт. Анимейт. Проверим. Все, отлично работает. Здесь задается уже скорость анимации и тип анимации. Более детальная настройка. Пока что мне это не нужно. И проверим. Анимация отсюда вот сюда у нас создается уже автоматически, потому что у нас тут смарт анимация. Умная анимация. Эту кнопку мы перетаскиваем уже смело вот сюда. Так, закроем. И еще раз откроем просмотр. Просматриваем мы в режиме уже прототипирования. Вот кнопка. Анимация работает. Все отлично. Скорость анимации, ее масштаб, поведение и так далее уже настраивается в этом окошке, которое я вам показывал. Как сделалось вот тут вот. Напомню, что работает это следующим образом. Навожу на элемент. У нас появляется вокруг такая вот обводка. Довольно часто используемый прием. Если бы функции интерактивной компоненты не было, мне пришлось бы создавать вот этот вот дубль всех иконок. Сколько? Раз, два, три, четыре раза. Даже восемь раз. Это состояние при наведении, состояние без наведения. И так каждой-каждой иконке. Со смарт-анимед я просто создал, со смарт-анимед говорю, с интерактивной компонентной я просто создал один вариант. Вот здесь у нас с непрозрачностью заливки обводки на ноль. И стопроцентная. Затем я просто продублировал вот этот вариант, который без обводки, на нашу менюшку. Как видите, здесь у нас раз, два, три, четыре. Все в ряд стоят, просто они без обводки. А обводка уже будет появляться при наведении, как я указал в нашей фильме. Далее я просто вот эту всю менюшку пересечил вот сюда. Как видите, функция отлично работает. Кстати, думаю, для тех, кто уже работал в Protopay, либо в Principle, данная функция уже знакома. Там это называется просто компоненты. А в фильме это интерактивные компоненты. Единственное, что я теперь жду, это скорейшего экспорта нашей анимации в готовое видео, либо гифку. Это будет круто. Потому что сейчас приходится для этого записывать экран с помощью программы какой-нибудь той же Movie Studio. Я использую ScreenFlow. И после этого уже все это дело экспортирует. Примерно для того, чтобы залить видео на Behance. Это не очень удобно. Я прям жду вот этот экспорт. Будет, мне кажется, очень круто. На этом все. Если было интересно, ставьте обязательно лайки и подписывайтесь на канал. Возможно, я запишу еще подробнее видео про эту функцию, но с более интересными примерами интерактивных компонентов. И до следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok